11 вопросов мужчине касательно его потенциала. Плохой он или хороший? Какой есть. Но я точно могу сказать, к чему я стремлюсь. И люди готовы за это платить, и они в восторге от этого продукта. Ты сама как бы отвечала на эти вопросы? Не понимать, не то чтобы, знаешь, оценивать как-то мужчину, говорить, вот этот достойный, этот недостойный. Просто, чтобы ты трезво понимала, какой мужчина перед тобой. Прямо сейчас хватит прелюдий, погнали, вопросы. Первый вопрос простой, думаю, что вы уже его читали в интернете, в всяких коучингах, он звучит так. Какие у тебя цели на 1, 3, 5, 10 лет? Опиши свою какую-то идеальную картинку жизни, материальная и нематериальная. Ну, например, что такое материальное? Это все, что касается финансов, карьеры, достижений. Нематериальное – это все то, что я чувствую, что, что я ощущаю, каким я себя ощущаю, что это семья, дети, это какие-то, может быть, хобби. Это касается нематериального. И не надо вот так, опиши свои… Не нужно с умным… С простым… Просто это может звучать очень просто, что, слушай, а какие там… Ты как вообще, цели какие-то ставишься, а какие у тебя там цели на ближайшие годы? Мягко и спокойно. И не значит, что это нужно обязательно на свидании. Просто, ну, как это в разговоре, аккуратненько, мягко, спокойно, не в режиме следователя Коломбо или коуча, или с серьезным лицом. Или это не обязательно дословно. И слушай, что мужчина говорит. И если мужчина говорит, да не знаю, что-то там разберемся. Вот такой мужчина перед тобой. Плохой он или хороший? Какой есть. Какой есть. Или он тебе говорит четко, конкретно, у меня вот такие цели, я хочу вот то, 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 я вижу это так, так, так. Может быть, он не говорит, что… Вот, например, у меня нет целей на 3-5. Вот сказать, что я точно знаю, что будет через 3 года в моей жизни, как я ставлю цель – нет. Но я точно могу сказать, к чему я стремлюсь. Вот я больше, у меня такие, знаете, больше цель на год. И у меня глобальная цель, например, если говорить про материальное, каждый год рост, каждый год рост, каждый год больше, чем предыдущий. Это для меня важно. У меня нет на 5 лет, через 5 лет, что у меня. У меня нет картинки через 10 лет. Но у меня есть четкое понимание, что каждый год рост, рост, рост. Для меня это рост, это измерение развития. Для меня так. А у кого-то, может быть, через 3-5-10 лет прям конкретная картинка. Следующий вопрос. Сколько ты хочешь зарабатывать в доровом эквиваленте через 1, 3, 5, 10 лет? Опять же, у кого-то это будет 3, 5, 10 лет, у кого-то это просто будет через год, или чтобы каждый год просто было больше, чем предыдущий. И опять же, не обязательно говорить, в доровом эквиваленте сколько. Просто пойми, у тебя есть этот ответ. У твоего мужчины есть такие цели. Или он говорит тебе, ну как получится, ну как сложно, откуда же я знаю, а я что-то предлагать могу? Ну да, слушай, сейчас мир непредсказуемый. Может быть, он такой ответ услышит. И ты понимаешь, что перед тобой такой мужчина. Плохой он или хороший? Какой есть? Третий вопрос. Какие результаты у тебя за последний год? Что получилось, что не получилось и почему? Например, когда мы собеседование проводим с нашей... Для меня важно, чтобы в нашей команде были сильные сотрудники. И один из критериев сильного сотрудника, это какие у него результаты за прошлый год. Какие у него результаты на этой должности, ну или может быть на другой должности, за прошлый год. И результат это не смысл, ну я работал в какой-то компании, ну я старался, ну я занимался продажами, ну я занималась дизайном. Что конкретно, какой результат? Я продала настолько, я создала маркетинговую компанию с таким-то бюджетом и с таким-то показателем эффективности. Я сделал 10 сайтов, которые имели вот такие критерии, понимаешь? Это для меня... И вот поэтому пойми, ты вот с мужчиной общаешься, какие у него результаты за последний год? Что он сделал, что не сделал? Что конкретно? Или в прошлом году у него все было так же, как и в этом? Или же с каждым годом у него наоборот все только хуже, хуже и хуже жизнь? Поэтому это важный вопрос и обязательно еще раз не... Какие результаты у тебя запросы? Не надо с умным лицом, мягко. Дорогой, а как все в прошлом году? Какие цели ставил? Что там, что получилось, что не получилось? Мягко и спокойно. Следующий вопрос. Как ты считаешь, реально ли ежегодно удваивать свой доход и почему ты такого мнения? То есть, ты как считаешь, вообще реально в каждый год в два раза больше зарабатывать, чем предыдущий? Он говорит, да, реально, конечно. Ты говоришь, о, интересно, а что так думаешь? Можно узнать? Или, да, это нереально. А почему интересно? Почему такое мнение? Почему нереально? Он говорит, да потому что президент, да потому что сейчас в мире катастро... Ну, начинают какие-то объяснения. И это о чем говорит? Это говорит о его мышлении, о его отношении к потенциалу. Это то, насколько он в себя верит или же не верит. Значит ли это, что если достойный мужчина каждый год не может удваивать свой доход, значит, это все нищеброд недостойный? Не значит. Просто я не считаю, не обязательно каждый год удваивать свой доход. Наверное, если сказать, это Биллу Гейтс удваивает свой доход ежегодный, но это нереально. Но просто узнать мнение. Потому что если бы я отвечал, я бы сказал, конечно, реально. Это реально. Я бы точно сказал, что это реально. И я к этому тоже стремлюсь. Следующий вопрос. Как относишься к богатым и успешным людям? И может быть, это тоже не просто вопрос. Ты, может быть, просто видишь, как он относится. Потому что если вспоминать моего отца, я помню, как он выглядывал из окна нашего недостроенного дома. И напротив нас жили обеспеченные соседи, обеспеченные люди. И я помню, как он прям вот как брыжал, знаете, как аж ненавидел их. Он прям как ненавидел, а там был его сверстник тоже. И он был успешен, у него все получалось. И мой отец его как прям ненавидел. И мне не надо было бы спрашивать у отца, папа, как ты относишься к успешным и богатым людям? Мне и так это видно. И о чем это говорит? Это говорит об ограничении человека. Потому что нормальный ответ – это нормально отношусь. Ну, к человеку получается прекрасно, круто. А еще лучше, если я не просто нормально отношусь, а я хочу с ним пообщаться. И узнать, а как? Подскажи, как ты мысляешь, что ты делаешь? Как ты так? Хочу тоже достичь такого уровня. Дай мне три совета. Следующий вопрос. Как считаешь, в чем причина бедности многих людей? Ведь многие люди бедны. Как считаешь, в чем причина бедности? И это тоже может быть видно из поведения. Например, он говорит, что ну потому что государство такое. Или говорит, ну потому что они выбрали быть бедны. Вот если бы меня спросили, почему люди бедны? Я скажу, потому что они повторяют сценарии своих прошлых, прошлые сценарии своих родителей. Они над собой не работают, не инвестируют в свое образование. И по сути живут в тех же ограничениях. И большинство из них и особо и не хочется что-то делать сверх, чтобы выйти за свои рамки. И это неплохо, это просто их выбор. Вот и все. Я бы так ответил. Но есть мужчины, которые ответят, что это плохо. В этом виноваты не бедные люди, а кто-то. Дальше. Как считаешь, реально ли быть богатым, успешным и счастливым? И он говорит, не, это не деньги, это богатство, это всегда зло, это войны, это бандитизм, это что-то плохое. И он говорит, ну конечно, да, реально. Все реально, да, я к этому стремлюсь. Например, следующий вопрос. Что тебя мотивирует? Что тебя мотивирует? Например, меня мотивирует создание новых результатов, меня мотивирует делать людей счастливыми, меня мотивирует делать какой-то продукт или какой-то бизнес, какую-то услугу, которая полезна для людей, и люди готовы за это платить, и они в восторге от этого продукта. Или что меня мотивирует? Да, чтобы все было хорошо. Когда нет проблем, все хорошо, мне хорошо. А когда есть проблемы, это плохо. Вот если все спокойненько, ровненько, комфортненько, вот это класс. А как только что-то не так, ой, это плохо для меня. Например, и слушай, что мужчина говорит. И знаете, дорогие, я что хочу, вот пока еще читаю эти вопросы, озвучу для вас. Ты сама как бы отвечала на эти вопросы? Ты сама как бы отвечала на эти вопросы? И более того, я бы сказал мужчинам задавать похожие вопросы и женщинам, если он выбирает себе жену, девушку и женщину. И по этим вопросам тоже сразу же понятно ограничение женского, ограничение женщины по отношению к потенциалу, по отношению, в отношениях с деньгами, с материальным. Понимаете? И прежде чем, конечно, я в конце видео озвучу, что, конечно же, важно мужчинам задавать вопросы, но при этом ты себе подумаешь, как бы ты отвечала. А мыслишь ли ты здраво касательно этих вопросов? Или у тебя в самой тоже куча ограничений? Но если у тебя в самой куча ограничений, а ты хочешь мужчину без ограничений, ну как-то справедливо ли это? Следующее. Дорогой, есть ситуация, вот Эдуард ворует деньги, а в итоге его семья обеспечена. Как ты считаешь, это правильно? Он говорит, ну слушай, семья же обеспечена, поэтому правильно, все для семьи, все в семью. Плохо или это хорошо? Это значит, что одной из ценностей у этого мужчины есть условное достижение денег любой ценой. Например, он готов и воровать, и убивать, ну и воровать, а может быть даже и убивать, а может быть, я не знаю, еще там детей воровать. А кто-то скажет, что слушай, мне это не очень... Вот если бы меня спросили, я бы сказал, ну это выбор Эдуарда, мне так некомфортно, я верю в карму, я верю в то, что если я ворую, отнимаю, я потеряю еще больше, и поэтому я таким не буду никогда заниматься, и я считаю, что можно по-другому. Можно без воровства, без убийств создавать, сделать так, чтобы семья была обеспечена. Например, то, как бы ответил я. Следующий вопрос. Когда тебе трудно, сложно, яма, депрессия, как ты поступаешь, что ты предпринимаешь? Он говорит, да что? Бухаю. Пережидаю. Тому, кто умеет ждать, достается самое лучшее. Уезжаю на отдых, на три недели восстанавливаюсь, или там иду к мамочке на ручки, и мамочка меня жалеет. Что делает? И ты можешь тоже спрашивать, но если у тебя уже какие-то были отношения, ты уже видишь, что делает мужчина в трудности. А я больше скажу, что в трудностях, и в депрессиях, и в стрессах мы проявляемся по-настоящему. Мы проявляемся настоящими. То, какими мы есть. И кто-то замирает, когда страшно, и кто-то убегает куда-то, а кто-то паникует. То есть есть разные реакции. А кто-то, наоборот, еще усилий не работают. А кто-то полдня, например, идет в парк, дышит, и потом в три раза усилий не работает. Посмотри на реакции этого мужчины. И, конечно же, если человек реально залегает на дно на три месяца, и у него жесткая депрессуха и сложности, ну, наверное, этот человек, вот такая у него реакция. Ты должна понимать, ну, что же будет дальше в отношениях с таким мужчиной. И дальше вопрос, какая поддержка от женщины тебе нужна для движения вперед? Какая поддержка от женщины тебе нужна для движения вперед? Когда тебе сложно или когда тебе хорошо, какая поддержка от жены, от женщины тебе необходима? Задай этот вопрос. И если у тебя уже есть отношения, просто напиши в комментариях, на все ли ты вопросы знаешь ответы. Если у тебя нет отношений, скажи, ты как раньше выбирала отношения? Просто слепо на эмоциях, а потом в процессе разберемся? И заметь, я сейчас не говорю, что если вот этот мужчина как-то плохо отвечал, значит, у него нет шансов стать классным. Шансы есть всегда. Шансы есть всегда. Гарантий нет. Но я, например, в моем мышлении лучше выбирать, знаешь, знаешь, вот когда мы нанимаем сотрудников в компанию, мы много собеседуем, мы много смотрим для того, чтобы сделать правильный выбор. Большинство слабых компаний, они, знаете, нанимают кого попало, и потом с ними мучаются. Вначале вот мы пришли на встречу, у нас симпатия, мы наняли человека, ой, какое у нас было милое приятное собеседование, как мы кофе с конфетками попили. А потом мы страдаем с этим человеком, потом мы обвиняем, что, говорим, сотрудники какие-то плохие. А кто тебя заставлял нанимать плохого сотрудника? Вот так же и в отношениях я считаю, что любовь любовью, это прекрасно и это важно. Но, пожалуйста, не забывайте мысли так же здраво. Потому что любовь, ну пойми, если я, когда мне трудно, начинаю бухать, пойми, пожалуйста, любовь меня не исправит. Понимаешь? Если я считаю, что воровать деньги – это хорошо, любовь меня не исправит. Поэтому, дорогие, я надеюсь, что эти вопросы были для вас полезны. Если для тебя важно разобраться, как перезагружать непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин, как создать по-настоящему счастливые отношения, это мы разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под видео кликай по ссылке, чтобы успеть записаться бесплатно. И еще раз хочу призвать. Вопросы – это не главное в отношениях. Потому что я, конечно, могу сказать, мне, пожалуйста, бесстрашного альфа-самца. Суперуспешного, бесстрашного, прокаченного, из хорошей семьи, с родословной и так далее. Но я точно ему соответствую. От того, что я буду кричать, что он такой мне нужен, а я точно, ты ему точно соответствуешь? Или нет? Поэтому, с одной стороны, да, претендую на большее. С другой стороны, задавай вопрос, а я точно ли я пашу над собой, чтобы этому соответствовать, как женщина? Второе, а я сама могу ответить на эти вопросы? Если мне будут задавать эти вопросы, я сама могла бы на них как-то здраво отвечать? И какие были бы мои ответы? И одно дело, ответы, понимаешь? Одно дело, я могу сказать, умом говорить, мужчины, это круто, потому что Ярослав так сказал, мужчины, это сила. Но на уровне убеждений, я могу понять, мужчины, это не круто. Откуда у меня взялось убеждение? Да у меня не было в жизни классных мужчин. У меня не было в жизни классных мужчин. У меня были негодяи и недостойные. На уровне убеждений, по-честному, я считаю, что это не круто. Но на уровне ума, я говорю, мужчины, это круто. Это уже вранье себе. И чтобы не было вранья, нужно проработать еще убеждение. А чтобы проработать убеждение, нужно проработать прошлое. Это то, чем мы. А как это делать? Пожалуйста, добро пожаловать на мужчины, честная инструкция, и на высшее женское образование, путь женщины. Потому что тогда ты будешь согласована с собой. И я как-то отдельное видео запишу на эту тему. Когда, знаете, у человека есть, например, цель. Например, у женщины цель встретить достойного мужчину. На уровне поведения она пашет на работе 80 часов в сутки. Она хочет, при этом она пашет, делает другие действия. А в-третьих, на уровне убеждений, что мужчины это плохо. Мужчины это опасно. И что получается? Я хочу одного, действую второе, а по-третьему верю в третье. То есть получается, вроде живу, вроде что-то делаю, а как-то жизнь не меняется. А потому что на уровне убеждений. А я пашу, почему? Да потому что убеждение не говорит, что нужно надеяться только на себя. Если сама на себя не будешь надеяться, мир тебя поимеет. Но хочется, конечно же, я говорю, что мужчины это круто. Но это будет отдельное видео. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал. И пиши твои вопросы в комментариях для будущих видео. Это поможет мне создавать видео максимально полезные для вас. Спасибо вам. Спасибо.